здравствуйте работа начинает пресс-центр абхазского телевидения здравствуйте уважаемые коллеги сегодня у нас в гостях вице-премьер министр финансов джансух нам добрый день джансух эндуардович спасибо что пришли перейду сразу к вопросам буквально вчера на сессии парламента в окончательном чтении были приняты изменения в закон о республиканском бюджете вы не могли бы коротко рассказать о том что это были за изменения и еще почему вдруг возникла такая необходимость после того как бюджет в принципе был принят совершенно верно вы сказали вчера на сессии парламента во втором окончательном чтении были приняты поправки к закону республиканском бюджете на 19 год это абсолютно традиционная процедура два раза в год не только в практике нашей нашего государства но и в практиках других государств происходит корректировки бюджета текущего финансового года если останавливаться подробнее на существенных изменениях которые были отражены в предложенном проекте и утвержденном вчера то нужно обратить внимание что у нас изменились основные параметры государственного бюджета и основные параметры республиканского бюджета по доходам и расходам соответственно изменились параметры по дефициту республиканского бюджета по источникам финансирования дефицита ну мы достаточно Конечно, подробно вчера и в средствах массовой информации освещали все эти факты в цифрах. Я думаю, чтобы не напрягать вас цифрами, вкратце еще раз обозначу те основные изменения, которые были внесены. Как вам известно, доходная часть республиканского бюджета была увеличена на 470 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей планируется к увеличению собственных доходов республиканского бюджета. Это тоже существенный факт. Да, сумма незначительная, как говорится, но в любом случае в процессе реализации текущего финансового года, когда появляется возможность планирования увеличения собственных доходов, это достаточно положительный фактор. Основная часть, как было сказано вчера, это средства российской финансовой помощи. Они у нас делятся на средства, предназначенные для реализации инвестиционной программы 2017-2019 и текущая финансовая помощь Российской Федерации. Дефицит. Очень часто спрашивают, почему такой огромный для некоторых размер дефицита. Это более 1 миллиарда? Нет, на самом деле дефицит государственного бюджета составляет всего 820 миллионов рублей. И для того, чтобы была ясность, нужно уточнить, что источником покрытия дефицита в большей части являются переходящие остатки. То есть те деньги, которые не были освоены в прошлом году, а это деньги российской финансовой помощи, которые носят целевой характер и на какие-либо иные цели не могут быть направлены, они принимаются к учету в текущем финансовом году и отражаются как источники покрытия дефицита бюджета. Именно этим и объясняется размер дефицита, утвержденный в данном проекте, 820 миллионов рублей. Чистый дефицит, так скажем, то есть эта разница между доходами и расходами республиканского бюджета составляет порядка 150 миллионов рублей. Как вам известно, в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2019 год, источником покрытия данного дефицита предполагается кредит Национального банка, который привлекается в случае необходимости и нехватки финансовых средств. Это что касается доходной части и дефицита бюджета. Теперь, если перейдем к расходной части республиканского бюджета, наверное, в общем нужно дать цифру, это 1 миллиард 166 миллионов рублей. Именно в таком размере утвержден бюджет по расходам республиканского бюджета. Опять же, здесь отражаются и переходящие остатки на начало года, ну и соответственно те увеличения, которые были внесены в данном законопроекте, который был вчера принят. А именно, о чем идет речь? Я не буду касаться российской финансовой помощи, потому что мы о ней достаточно подробно говорили. По расходам у нас меняются бюджетные сметы по следующим направлениям. Это расходы на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам. Хотел бы уточнить, что речь идет об восстановлении и ремонте объектов социальной инфраструктуры. Туда попадают и дороги, и ряд таких значимых объектов, как дом культуры в городе Новый Афон. Вот очень много говорилось, и я уверен, для наших жителей огромной проблемой является здание женской консультации. Все вы прекрасно знаете, в каком состоянии находится этот важнейший, так скажем, медицинский объект для нашей страны. В рамках данного увеличения предполагается капитальный ремонт данного здания. И уже, если справиться со своей работой строители в установленный срок, здание женской консультации будет отремонтировано, и у наших женщин появится возможность получения качественных, так скажем, медицинских услуг в нормальных условиях. Как это должно быть? Важная новость. Вы сказали, что если строительство справится, какие сроки предполагается завершить строительство, и о какой сумме идет речь? Значит, сумма предусмотренная проектно-сметная документация, она составляет чуть более 9 миллионов рублей. Почему я сказал, если справиться, так как, значит, корректировка в парламенте утверждена только сейчас, вот именно с этого момента, как только закон вступит в силу, у наших уполномоченных органов появляется возможность заключения государственного контракта, в котором и будут обозначены непосредственно сроки, в рамках которых они должны выполнить эти работы. Ну, на мой взгляд, работы должны быть выполнены в течение этого года. То есть к концу 2019 года мы уже должны с вами увидеть отремонтированное здание. Далее, из наиболее, так скажем, существенных, опять же, изменений, включенных в расходы на ремонтно-восстановительные работы, у нас, как вам известно, идет активное строительство Дворца культуры в городе Новый Афон. Это здание тоже будет завершено, ремонт этого здания будет завершен в течение уже нескольких месяцев, по оценкам экспертов. Также в рамках данного увеличения у нас запланированы расходы на здания контрольной палаты. Вы знаете, что наш главный, так скажем, орган государственного финансового контроля сегодня размещается в арендованном здании. То есть у них нет собственного здания, что, безусловно, требует особого внимания. И в рамках решений, принятых и правительством Республики Абхазия, были изысканы средства, это тоже порядка 9 миллионов, чуть более 9 миллионов рублей, на необходимые проектно-изыскательские работы для того, чтобы в дальнейшем была возможность уже приступить непосредственно строительно-монтажным работам. Цель одна – обеспечить соответствующим зданиям главный, как я уже сказал, орган государственного финансового контроля. Я хотел уточнить, есть ли еще какие-то крупные объекты? Ну, из крупных, наверное, у нас остается, да, очень важной проблемой на протяжении многих лет у нас является жилой дом, жилой дом, значит, в Сухумском районе. Неоднократно поступали коллективные жалобы жителей этого дома. А вы можете адрес назвать, так не помните, да? Ой, точный адрес... Мы можем в процессе уточнить. То есть, это Сухумский район, недалеко для ориентира, да, недалеко от, значит, могилы Владислава Григорьевича Ардзенба. Это жилой дом, на самом деле, который находится в аварийном состоянии. Уже не раз эксперты подчеркивали опасность нахождения, и вообще проживания людей в данном доме. 8 миллионов рублей запланировано на то, чтобы, значит, провести соответствующие работы, которые позволят снять вот эту опасность по обрушению и, значит, снять вопрос с проживанием в этом доме. Вот, в принципе, что касается, значит, увеличения расходной части по ремонтно-восстановительным работам, также у нас отражены изменения. Ну, я мелочь не буду, значит, упоминать, чтобы не отнимать вашего времени. Вы знаете, что у нас создается управление санитарной авиацией. Это очень важное, так скажем, структурное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. То есть у нашего государства появится возможность наказания экстренной медицинской помощи с использованием авиации. В рамках реализации данного решения смета Министерства по чрезвычайным ситуациям увеличено почти на 5 миллионов рублей. Вот, это те деньги, которые необходимо затратить на заработную плату вновь принятого персонала, значит, материально-техническое оснащение и так далее. Ну, для того, чтобы этот центр заработал, да, заработал и эффективно мог оказывать медицинские услуги как нашим гражданам, так и гостям нашего, значит, и города Сухума, и республики в целом. Ну, то есть это, в первую очередь, люди отдыхающие, люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, значит, походами в горы и так далее. Джансух Эдуардович, если позволите, передадим слово нашим коллегам. Марьяна из Абаза ТВ обещала нам каверзные вопросы. Марьяна, пожалуйста, ваш вопрос. Джансух Эдуардович, очень многих стал интересовать вопрос, каким образом происходила выборка должностей, профессий, где будет увеличена заработная плата. Почему именно врачи, почему именно учителя? Ну, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, будет правильнее, если я проинформирую вас, так скажем, о ситуации с самого начала. В 2015 году было подписано соглашение между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Из этого названия уже видно, что под данное соглашение не попадают у нас, так скажем, сотрудники органов государственной власти. Это отдельная у нас сторона. Речь идет только о государственных учреждениях. И, безусловно, в рамках данного соглашения те категории, которые зафиксированы в этом соглашении, они не подлежат в период исполнения и реализации данного соглашения, не подлежат каким-либо корректировкам. Это те категории, которые российская сторона поддержала в части софинансирования заработной платы. Кстати, очень важный момент я бы хотел отметить. Очень часто речь идет о том, что повышение заработной платы происходит только за счет российской финансовой помощи. На самом деле это не так. Само соглашение говорит о том, что речь идет о софинансировании заработной платы. Да, безусловно, российская сторона в рамках запланированных средств и в бюджете Российской Федерации, и, соответственно, в нашем бюджете, оказывает соответствующую финансовую помощь. Если быть точнее, то на 2019 год на увеличение заработной платы мы получим 110 миллионов рублей. Это именно та сумма, которую мы получаем от Российской Федерации. Но также доля наших собственных средств, которая идет на софинансирование увеличения заработной платы, она присутствует. И если мы говорим о том, почему эти категории попали, а другие не попали, ну, понятное дело, что российская сторона не могла ни в тот период, ни сейчас также, как сказать, обеспечить, так скажем, повышение заработной платы, так скажем, всего государственного сектора. Вы знаете, что это достаточно большое количество государственных служащих. К сожалению, государственные служащие для нас сегодня – это термин, который мы используем в обиходе, но в юридической практике нигде не зафиксирован, так как у нас отсутствует закон о государственных служащих, что является существенным препятствием для развития данного соглашения, потому что повышение заработной платы – это не единственное условие данного соглашения. В рамках данного соглашения абхазская сторона берет на себя ряд обязательств по проведению соответствующих мероприятий, по оптимизации бюджетной сферы, по высвобождению средств, которые в дальнейшем должны быть направлены на увеличение заработной платы иных категорий. Но если вкратце об этом говорить, план мероприятий реализовывается, но, к сожалению, мы сталкиваемся с одной существенной проблемой. Точнее, проблем-то несколько, но все они в основном сводятся к отсутствию законодательных актов. В части. Законопроект о госслужбе, как вам известно, уже долгое время находится в парламенте. Идет активная работа, им занимаются соответствующие комитеты. Закон очень сложный, закон, от которого впоследствии зависит очень много отраслей, не только государственной сферы, но и в целом. Но, к сожалению, закон пока еще не принят. Наряду с этим законом есть ряд не менее важных законов по социальному обеспечению граждан нашей страны и так далее. Что не позволяет нам в рамках того плана мероприятий, который запланирован, разрабатывать подзаконные акты. То есть непосредственно правила, инструкции, регламенты, которые позволяли бы уже в четком соответствии с принятыми законами реализовывать этот план мероприятий. Ну, мне кажется, что работа соответствующая идет, и в парламенте в том числе. И как только мы получим уже принятые законы, активная работа по реализации этого плана мероприятий, по оптимизации, вообще бюджетная сфера, она будет продолжена. Она и сейчас идет, но вот я сейчас об основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, обозначил. Она будет продолжена. То есть вот эта тенденция по оптимизации имеющейся системы государственного управления, бюджетная сфера, она не прекращается и будет продолжена дальше. Почему я задала такой вопрос? Например, врачи и учителя у нас имеют возможность дополнительного заработка. Это ни для кого не секрет. А какой-то младший персонал тех же самых больниц, детских садов не имеет возможности получить какой-то дополнительный заработок. Какие-то корректировки в связи с этим абхазская сторона не могла ввести? Мариана, можно я уточню ваш вопрос? Вы о каком дополнительном заработке говорите? То есть у них есть, в смысле они работают с 9 до 2, а потом идут, или что вы имеете в виду в музыке? Я имею в виду то, что мы платим не в кассу, а платим в карман врачам, репетиторству, учителям. Да, я хотел уточнить. К сожалению, речь идет о незаконном заработке, безусловно. Мы с вами это понимаем. Можно называть это по-разному. Можно это называть благодарностью, так скажем, пациента, благодарностью родителей ребенка и так далее. Но на самом деле такие факты, безусловно, существуют. Ну, я опять же повторюсь, речь не идет, как говорится, только о наших желаниях. Безусловно, мы ставили вопрос о расширении категории. Да, безусловно, мы очень много усилий прикладывали для этого. Ну, вы понимаете, да, не все решения могут быть приняты только абхазской стороной, так как это межправительственное соглашение. Ну, вот в результате, так скажем, всех переговоров, на самом деле изначально категории было гораздо меньше. И нам по максимуму удалось довести количество категорий до 11. А можно их перечислить, если вы не против? Да, конечно, если вы хотите. Значит, речь идет о следующих категориях. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования, научные сотрудники, врачи, среднемедицинский персонал, персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг, Младший медицинский персонал, персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг, работники учреждений культуры, основной персонал и работники, занимающие должность служащего социально-работника. Вот исчерпывающий, так скажем, перечень категорий, утвержденных межправительственным соглашением. У меня еще один вопрос по бюджету. Вы говорили о дефицитности, о том, что вы собираетесь покрывать, но есть задолженности, которые месяцами образуются в Министерстве финансов и различные госучреждения, и учреждения, тоже финансирующие за счет бюджета, они не получают то, что должны получать. Механизм погашения задолженности выработан или они опять-таки будут скапливаться и складываться из месяца в месяц? Министерство финансов, как центральный орган государственного управления, отвечающий за бюджетную политику, за исполнение бюджета, как республиканского, так и государственного, в части кассового исполнения расходов, мы очень тщательно следим за созданием условий по обеспечению финансовыми средствами всех бюджетных учреждений и организаций для выполнения своей текущей деятельности. В целом, если описать картину, то я вас могу проинформировать, что на сегодняшний день в среднем у нас идет уровень обеспеченности бюджетным финансированием по всем бюджетным учреждениям порядка 40-45% от годовых смерт. Безусловно, бывают различные случаи. Бывают случаи, когда той или иной бюджетной организации требуется какое-то, так скажем, финансирование опережающее. У нас, условно, весь финансовый год делится на 12 месяцев. И каждый месяц мы придерживаемся цифры 1,12 от годовой бюджетной сметы. При этом вы прекрасно знаете, что поступление в бюджет наш, как и наша экономика в целом, она носит ярко выраженный сезонный характер. Что это значит? В первом полугодии, безусловно, у нас доходов меньше поступает. В курортный сезон, так скажем, это период с июля месяца по октябрь месяц, у нас поступления в разы увеличиваются. Ну и к концу года они опять сокращаются. Несмотря на вот такую ярко выраженную сезонность, мы стараемся поддерживать баланс. И все бюджетные организации финансировать по мере поступления наших средств, но чтобы обязательно мы в рамках реализации кассового плана могли обеспечить именно тот процент финансирования, который у нас по плану стоит. Очень часто встречаются случаи, когда руководители или, так скажем, специалисты, отвечающие за финансирование, я имею в виду в самих бюджетных организациях, не совсем понимают нашу реальность и пытаются взять на себя обязательства, денежные обязательства, в первую очередь, в первой половине года, которые превышают объем средств, которые запланированы. В такой ситуации, конечно, мы просим, просим и руководителей, в первую очередь, и бухгалтеров, чуть-чуть пересмотреть, так скажем, свою деятельность, которая позволит более гладко пройти вот те, так скажем, пики, которые у нас в результате сезонности имеют место быть. В целом, исполнение, еще раз повторюсь, у нас по республиканскому бюджету идет более 40%, учитывая, что мы только заканчиваем шестой, как говорится, месяц, в идеале это, конечно же, 50%, но, учитывая, что все 50% мы выпустить на финансирование наших получателей бюджетных средств не можем, вот в таких планах мы держимся. Ну и еще, есть такие моменты. Вы знаете, что у нас период выплаты заработной платы бюджетникам, он у нас идет в первой половине месяца. То есть с 3-го числа у нас получают заработную плату силовой блок, так скажем, вот, 5-го, 6-го, 7-го до 10-го у нас получают заработную плату, так скажем, иные органы власти. Ну, это утвержденный график, которым мы следуем каждый месяц. Вот, и с 15-го, а точнее 17-го числа у нас начинается выплата заработной платы бюджетникам социальной сферы, то есть система здравоохранения, не касаясь министерства, да, то есть это учреждения медицинские, образования и так далее, и так далее. И вот в период, так скажем, активной выдачи заработной платы, которую мы, безусловно, остановить не можем, и в рамках республиканского бюджета у нас не было еще в этом году задержек. Мы данные обязательства по заработной плате выполняем четко и в срок. Возможно, возникают какие-то перекосы, так скажем, где нам приходится немного откладывать, да, ведь все расходы, они у нас делятся по приоритетности. Ну, все мы прекрасно с вами понимаем, что важнее приобрести и обеспечить ту или иную, допустим, больницу, да, лекарственными препаратами, всеми необходимыми средствами, чем приобрести, допустим, служебный автомобиль. То есть вот когда у нас возникает выбор, мы, безусловно, приостанавливаем приобретение служебного автомобиля, который, да, тоже, безусловно, необходим для работы той или иной организации, но все же приоритетность разная. У меня вопрос по президентскому резервному фонду. Тоже на вчерашней сессии парламента вопрос вызвал бурное обсуждение, именно потому, что и без того уже, вот, ну, президентский фонд был 350 миллионов рублей. Изменения предполагают его увеличение, в смысле он уже увеличен, я так понимаю, правильно, на 90 миллионов рублей. Вот эти 90 миллионов рублей и вызвали вот очень бурное обсуждение, с чем связано увеличение президентского фонда и на что чаще всего расходуются средства президентского фонда. Ну, во-первых, я бы хотел развеять миф, да, который очень часто звучит, что резервный фонд президента – это деньги президента, которые он может тратить куда хочет. При всем уважении к нашему президенту хочу вас проинформировать, что он не может направлять деньги туда, куда захочет, потому что есть четко регламентированные условия и направления, на которые он может их тратить. И в случае, когда, безусловно, предлагаются, да, допустим, Министерство финансов, как исполнителю, так скажем, распоряжения президента, проекты решений, которые не соответствуют заключенным соглашениям с Российской Федерацией, не соответствует порядку расходования резервного фонда президента, который утвержден указом президента, мы делаем соответствующие информационные справочки, в которых доводим сведения, что осуществление данного расхода будет незаконным и недопустимым. То есть я бы хотел, чтобы все люди понимали, резервный фонд президента, да, безусловно, он расходуется по распоряжению или по указу президента, но в четком соответствии с действующим законодательством. То есть нет такого, что вот президент захотел и может отвлечь эти средства на что-то другое. Если говорить о размерах, то если мы с вами поднимем статистику последних двух-трех-пяти лет, резервный фонд в принципе у нас всегда находился вот в рамках 350-400 миллионов рублей. Наиболее существенное увеличение резервного фонда у нас появляется, когда происходят те или иные чрезвычайные ситуации. Яркий-то мой пример, это чрезвычайное происшествие, которое имело место в селе Приморском, у Даутского района. Все мы помним с вами в разгар летнего сезона взрыв склада с боеприпасами. Тот ущерб, который был нанесен жителям и людям, которые находились на данной территории, ущерб был нанесен имуществу. Потребовались достаточно серьезные средства для того, чтобы государство в полной мере компенсировало тот ущерб, который был нанесен данным чрезвычайным происшествием. Увеличение в этом году связано, как я уже говорил ранее, опять же с чрезвычайным происшествием, которое имело место в средней школе номер два в городе Сухом. Вы знаете, что там у нас практически полностью выгорела вся кровля. Соответственно, отсутствие кровли привело к ущербу и на нижних этажах, то есть это вода, которую использовали пожарники. Все это привело в негодность верхней этажи зданий. Безусловно, это объект историко-культурного наследия. Это одно из строений, которое украшает нас город. Я уже не говорю о социальной значимости, что это школа, что там дети учатся и так далее. И, безусловно, президентам была поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить данный объект в том виде, в котором он существовал, учитывая архитектурную значимость. И задача, соответственно, была проработана, и были предложены такие варианты. Опять же, я и в парламенте об этом говорил, учитывая, что данные расходы в бюджете не были запланированы, потому что никто не мог предвидеть, что такое произойдет. В рамках текущего финансового года данные расходы можно осуществить только из резервного фонда президента. И в целях реализации этой задачи и предлагается увеличение резервного фонда. Еще раз хочу сказать, что расходование из резервного фонда президента – это абсолютно прозрачная процедура. Есть соответствующие распоряжения, есть соответствующие отчеты по расходованию этих средств. Если говорить в общем, то можно основные направления выделить. Это, безусловно, предотвращение и ликвидация стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. И львиная доля средств уходит на оказание материальной помощи граждан, остро нуждающимся в оказании медицинской помощи. Это в меньшей степени, но тоже имеет место факт, это оплата обучения наших студентов, которые обучаются за рубежом. То есть направленность этого фонда, она абсолютно социально направлена, если можно так сказать. То есть это помощь гражданам нашей страны и решение острых вопросов, которые возникают у нас в результате тех или иных чрезвычайных ситуаций. Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, что это значит, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что 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 мы знаем, Вопросы? Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, я от имени коллег Дженсух Эдуардович хочу вас поблагодарить. Ждем вас обязательно здесь. Пресс-центр Абхазского телевидения свою работу завершает. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо.